Похоже, у нас пришел такой некий, настал некий период, когда на первый план вышли внутриукраинские проблемы, когда внутренняя разборка, короче, стала слишком громкой. Одну закрыли с выборами, но есть вторая, по поводу которой я как раз сказал, что нам нужно было бы совместное заявление, совместная пресс-конференция Зеленского и Залужного, чтобы снять все вопросы о том, что якобы между ними какой-то конфликт. И даже если он есть, пускай даже есть, какая разница? Эти люди работают вместе. Что там они друг про друга думают, совершенно не важно. Важно, что они работают вместе и собираются вместе продолжать. Но для этого мы должны услышать их совместное заявление. И мы бы очень сильно успокоились. Мы бы очень сильно по этому поводу успокоились. Потому что из-за того, что такого заявления не было, того, которое я предложил в понедельник в Шетреман за сегодня, из-за этого вчера что сделали россияне? Россияне запустили дипфейк, то есть фальшивую, сгенерированную искусственным интеллектом. Хотя у них, естественно, это и нет. Ну, в общем, каким-то интеллектом сгенерированное видео, где якобы там Залужный что-то там рассказывает. Я не буду цитировать, естественно. Но специально, чтобы вбить еще больше книг, чтобы напугать украинцев. Чтобы украинцы там посмотрели это видео, сказали, ой, какой ужас, Залужный к чему призывает, там, ай-яй-яй, у нас тут все скандал, разборка между всеми. Но это был дипфейк россиян. Ладно бы, россияне, сами понимаем. Что от них хотеть, как говорится. Но депутат от, не буду говорить какой партии, депутат Верховной Рады Арьев, значит, тоже выдал какой-то пост, в котором написал, что министр обороны Украины, Умеров, подал как-то, господи, ни просьбу, ничего, там, заявку, что ли, господи. Подал, подал, подал. Значит, что-то он там подал на тему того, что надо увольнять Залужную. Так сообщил, да, Арьев. Это на чем основано? Ну, тоже, помните, командующего службы спецопераций, сил спецопераций же уволили по представлению Умерова. А теперь, значит, Арьев говорит, а вот сейчас еще Залужного уволят по представлению Умерова. И я это прочитал, конечно же, не у Арьева, потому что я не подписан на его соцсети, я прочитал, я это в телеграм-канале Грэма. Я был в шоке у таком. Но в шоке я был секунда, секунда, семь. Потому что через семь секунд было следующее сообщение Грэма, где было написано, что Арьев стер свой пост, написал, что пост убирает, потому что это было неправильно, это ошибка, что на самом деле ничего подобного, что он все проверил, и все это неправда. Но осадочек-то остался. Осадочек был тут же прокомментирован самим Рустемом Умеровым, министром обороны Украины. Значит, нечистоплотные политики пытаются расколоть общество, сказал Умеров. Значит, и сравнил заявление вот этого Арьева, Владимира Арьева, об увольнении Залужного с работой российских пропагандистов. Вот что сказал министр обороны Украины Умеров. Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество. Это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составляющей российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство. Прав? Прав. Как устранить такое, чтобы никогда они не смогли нас раскачать таким способом? Совместным заявлением Залужного и Зеленского. Кстати, я подумал, может им физически нельзя встречаться? Ну, на камеру. Потому что опасно. Ракеты, то есть все, знаете, как два таких лидера не должны находиться в одном месте. В зуме пускай сделают. В зуме вместе встретятся в разных местах. И скажут нам, что мы вместе. Я за. А вы как? Мне кажется, это было бы просто устранить все вот эти вещи, чтобы никакой Ариев уже потом не врывался со своими сообщениями. В общем, мы с Залужным, как всегда. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok